Братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником Великим, с Пасхой и со Светлой Христовой, с Его воскресеньем. Сегодня все с вами веселимся, потому что понимаем, что смерть, она побеждена. И пусть мы не можем осознать это во всей полноте и даже, может быть, на один процент не можем. Для нас это непостижимо, для нашего ума. Но, тем не менее, это так. Господь Бог наш Иисус Христос премного претерпел за грехи всех людей всего мира на кресте, чтобы мы имели возможность вечной жизни. Как бы не пытались Его враги чинить препятствия тем замыслом, которые были у Бога, чтобы они не пытались противопоставить Его планам, ничего это не сработало. Можно сказать, Иисус Христос, Он умер, конечно, особенной смертью. Мы не можем представить, как нужно умереть, если ты умираешь за грехи всего человечества. За пацанового Адама, за всех, кто был и будет после него. И если мы почитаем о том, какие раны были ему нанесены, причинены, во-первых, бесчисленное множество, во-вторых, они, конечно же, тяжелейшие. И вот это безумие, безумие мира, которое проявилось по власти для некой толпы, которая желала ему смерти, желала ему, причем смерти позорной, на кресте путем распятия. Здесь даже не знаем, что говорить. Мы только можем каждый об этом почитать. У нас составится какая-то своя картина. И вот, несмотря на то, как это было и насколько это было, невозможно видеть тем, кто любил Иисуса Христа, знал Его во время Его жизни земной, пока Он жир был, Его тело. Праздник этот светлый. Потому что, как мы знаем, не только душа Его была не тронута, но и тело исчезло от врагов, исчезло из гроба. И никто Его не украл. Это план был такой. Поступить именно так. Когда люди, я думаю, с таким сталкиваются, они понимают, что это и есть просто сверхчудо. Потому что ты никак своему не можешь объяснить произошедшее, но это произошло, тем не менее. И есть тому свидетели. Они готовы были подтвердить увиденное имя. И их было много. Всем рот не заткнешь. Поэтому мы сегодня, живущие, сделаем, чтобы мы, если услышим что-то недоброе, сказанное в адреса Иисуса Христа, мы поспешили на защиту Его честного времени. Потому что никто другой не заслуживает такой славы, как Он. Я уверен, а все мы сегодня, присутствующие на празднике, стоим и думаем, а как же мы можем Тебя благодарить? И мы понимаем, что никак. Потому что эта жертва слишком велика, она слишком бесконечна, и никак не можем вместить ее объемы внутрь себя. Никак она не влезает. Только бесконечной благодарностью и бесконечной любовью в ответ мы можем ответить. Я желаю всем нам готовности к такой вот, любви к такому состоянию. Все мы от этого только выигрываем. Потому что наши отношения друг с другом станут лучше. Мы станем крепче. Ведь церковь – это не один какой-то человек или не человек, присутствующий в ней. Это целое сообщество, которое связано, в первую очередь, чашей, которую даровал нам Христос. Мы связаны всей Его кровью. Мы связаны всей Его телом, Его святыми дарами, к которым мы имеем доступ. Несмотря на то, что Само не среди нас зрим, Он оснастил нас всем необходимым для нашего спасения. И все, весь этот путь нашего спасения, как я уже говорил, изначально был продуманным. Бога всегда есть. Все свой какой-то ответ и свой какой-то план. Абсолютно никто не может этому никак помешать. Какие-то вещи можно отсрочить, но не более. И если Богу необходимо, все это произойдет. Мы сами зачастую являемся тем препятствием, которое мешает преображению нашему такому, чтобы Бог жил в нас, а мы жили в Нем. То есть вот этому ссоростворению взаимному мешаем мы сами. Мы не хотим, потому что у нас свое видение нашей жизни и того состояния, в котором мы привыкли, хотим пребывать, в котором нам больше нравится. И то состояние, которое у нас будет, а в том случае, если мы с Богом будем более тесно связаны, нам непонятно, непривычно, возможно, из-за этого противимся этому. Однако же, этого делать, мягко говоря, совсем не стоит. А следует же нам делать обратно. Таким образом, как нам покажется, пленив себя, мы пленив свои страсти, пленив тот самый грех, который всем нам препятствует сблизиться с Богом, сблизиться друг с другом и тем самым быть в гармонии со всем миром друг с другом с той природой, которую хотя бы, чтобы мы не чинили этих препятствий по своему упрямству, по своей гордости, спешили по Христу, спешили с Ним максимально слиться, соединиться, творить Его волю и славить Непрестану Его на всякий час и день. Еще раз всех вас поздравляю. Отходите по Христу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok